Девочка-пай 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 Вот чтобы ты выбрала Красивый, качественный ремонт у тебя дома Или букетик цветов Классные зубы Или коробочку конфет Конечно, вот все второе По твоей логике еще надо МРТ оплатить Ладно Кстати, хорошая идея Пойдем на девятую студию Погоди, я уже не напишу под ей Надо еще МРТ Молодец Полный чекап еще запиши там Эста цветов Доброго вечера! С днем всех влюбленных Поздравляет девятая студия И мы вас очень-очень любим Да, вот так вот Кто любит вас очень-очень-очень? Алена Милина И Максим Кропотов Ну что ж, друзья Этот праздничный эфир Мы проведем вместе с вами Мы сегодня будем дарить подарки Признаваться вам в любви Вы, возможно, тоже кому-то будете Признаваться в любви И, конечно же, сегодня будем с вами Тепло, душевно общаться Почему бы и нет? Ура, ура, ура Объявить сначала тему Нашего вечера Вопрос нашего вечера Мы сегодня у вас хотим спросить А какой он лучший подарок На 14 февраля? Причем, можно рассказывать Если сегодня вдруг вам кто-то Преподнес этот замечательный подарок Также, может быть, у вас Фотографии Валентина Которую вы сегодня получили Обязательно Цветов вот эти девочки Обязательно присылайте А может быть, вы загадали себе Какой-то лучший подарок Но еще пока его не получили И, вполне возможно, это станет Хорошим намеком Почему бы и нет? Ведь день еще продолжается День святого Валентина Также, друзья, мы принимаем ваши Можно поздравлять друг друга Признаваться в любви Отмечать друг друга Я думаю, что эти ваши признания Пролетят сегодня во всю область Да, все это в группе Девятка ТВ Киров Под постом с прямой трансляцией За вашу активность За ваши комментарии За ваши ответы Вы сегодня будете награждены Не все самые активные Самые многопишущие Самые интересные пишущие Получат подарки от девятой студии Давайте расскажем Что же мы хотим подарить Первый подарок у нас уже неизменный Вот ближайшие две недели Точно Это музей восковых фигур Целых два билетика Детский и взрослый Потому что мы хотим, чтобы весь Киров Побывал на этой выставке Это точно И далее, друзья Это билетики на театр Кукол Лис, который потерял цвет Опять? Он опять потерял цвет? Он вчера терял? Ну он же 17 февраля будет А, он только 17-го потеряет? Да, поэтому, друзья, будем смотреть, как он потерял Потом нашел Потом, может быть, опять потерял В общем, все-все-все Алена, кажется, ходила на этот спектакль Об этом вам и расскажут Но это еще не все, друзья Вы же знаете, что девятая студия Праздничный эфир Подарков становится больше, больше, больше Пока вы смотрите Поэтому проведите этот час вместе с нами А уж потом на свои свидания На романтические вот эти вот ужины Отправляйтесь Также можно позвонить по номеру 351404 И поздравить кого-то с Днем всех влюбленных Прямо в прямом эфире Признаться в любви Передать хотя бы привет Можно не признаваться Можно просто передать привет Она поймет Вот А также, друзья, можно ответить и на вопрос Нашего вечера и так по телефону И сразу же получить подарок 351404 Не знаешь, почему Когда ты начал называть номер телефона Наш оператор начал раздеваться активно Ну как же Я не знаю Видимо, он тоже готовится к звонкам Или к поздравлениям Вполне возможно В общем, друзья Горяченький эфир Но факт интересен Чувствуем будет Ну что, а у нас еще есть Если вдруг подарков вам мало И хочется еще больше сюрпризов Еще больше чего-то интересного То тогда группа ВКонтакте Девятка ТВГ Заходите туда Подписывайтесь обязательно И там уже есть закрепленный пост Можно выиграть, друзья Подарочный бокс Для автомобилиста Стоимость его Знаешь, какая? 1349 рублей Вот хочется просто Интересно Даже выиграть Для того, чтобы понять А что же там такое будет Интересно Я просто ради такой суммы Стал бы выиграть Потому что, знаешь, там 1500 Но это что? Это цифра разве? А вот 1349 рублей Это интересно Это нужно вскрыть Поэтому, друзья Там очень простые На самом деле правила Буквально несколько кликов И все Подарок ваш Да Ну что, мы вам все рассказали Мы вам все показали Мы вас будем дальше держать В курсе Если наш оператор Что-то еще решит Экстраординарного Выкинуть в прямом эфире Ну а пока уже Давайте начинать С чего будем начинать? Сегодня, кстати, не только День влюбленных Но еще и День исцеления Звуками, друзья И поэтому мы отправили Нашего корреспондента Александра Бушмакина Между прочим На очень интересный эксперимент Куда он отправился Вы узнаете прямо сейчас Когда усталость накапливается И мы чувствуем себя Буквально как расстроенная фортепьяно Хочется поскорее найти способ Чтобы настроить струны души и тела И сегодня мы попробуем это сделать Необычным способом С помощью поющих чаш Сегодня нашим настройщиком будет Петр Давай начнем с того Что это такое за инструмент Поющая чаша Поющая чаша Довольно-таки Самостоятельный инструмент Который воздействует с пространством То есть Используется в разных, скажем так Случаах Как и медитативная Как и работа с пространством Чистка пространством То есть Так и массаж поющими чашами То есть Сегодня у нас будет Массаж поющими чашами Виброакустическое воздействие Поющими чашами на организм Контактами Сильно Давно доказано Вот Скажем так Позитивное воздействие Разных частот звука На организм Так и здесь Единственная Особенностью этого метода Является то, что я ставлю чашу на тело Извлекаюсь Звук и вибрация чаши Звука проникают В тело организма А кому вот этот массаж Будет полезен? Я бы сказал практически всем То есть Это и восстановление энергетики И Основная задача Вот данного метода Запустить процесс Самоостановления Саморегенерации организма То есть Можно ли сказать Что вот Человек, который устал Очень сильно От какой-то офисной Или рутинной работы Что после этого массажа Он будет чувствовать себя На порядок лучше Да Однозначно Ну что, тогда не будем Долго задерживаться И переходим к делу Массаж Поющими чашами Процесс массажа Начинается с положения сидя Мастер легкими движениями Ударяет по чаше Тем самым Рассеивая звуковые волны По вашему телу Во время процесса Нужно абстрагироваться От происходящего Ни о чем не думать Не разговаривать И наслаждаться Приятными звуками Как ощущения? Пока Пока непонятно Все Сейчас Ложитесь Из положения сидя Мы переходим В положение лежа Принимаем удобную позу И стараемся Как говорит мастер Прислушаться К своему телу И разуму Начиная со спины Мастер постепенно Прорабатывает Все части тела Звук чаши Морально успокаивает Ваше сознание А приятные Вибрации Глубоко Проникают Буквально В каждую Клеточку И вы это Чувствуете Честно признаюсь Я и сам не заметил Как на время Погрузился В легкий сон Как поделился с нами Петр После нескольких Таких процедур Происходит Восстановление Нервной системы Снимается Психическое Напряжение Восстанавливается Здоровый сон Но даже За время Съемки Я ощутил Влияние Такого Массажа На свое Тело И на свой Разум Приятные Вибрации И не менее Приятные Звуки Буквально Окутывают Все тело С головы До пят И Ты получаешь Какое-то Максимальное Расслабление Максимальное Одухотворение Даже Я бы сказал Поэтому Обязательно Попробуйте Такой массаж Я думаю Что Никто Не останется Равнодушным Вот это лучший подарок На 14 февраля Я считаю Что Отправить Кого-нибудь На такое Замечательное Как это правильно Подзарядка Очищение Насыщение Исцеление Звуками Поющими чашами Прямо сейчас Узнаем Все эмоции Потому что Александр Бушмакин Практически Сразу После сеанса Уже Выходит К нам В прямой эфир Доброго вечера Александр Привет Привет Ребята Вы выглядите Исцеленным Естественно Такой массаж Потрясающий Я испробовал Это все-таки Больше массаж Или это больше Какие-то энергетические Слушай Ален Это мне кажется И то и другое Потому что Вот этот чарующий звук Тебя вгоняет В какой-то Наверное Транс Если это Можно так сказать А вот эти вибрации Которые проходят По телу Это вот прям Ты ощущаешь физически Ну все Я чувствую Сашка уже записался На второй сеанс Не долечился Немножко Там надо цикл Да Пройти Курс Семь сеансов Почему бы и нет Саш А сегодня Что ты нам хочешь Еще рассказать Я вам пришел Рассказать Про интересные проекты На краудфандинговой Платформах Что это такое Мира А краудфандинговая платформа Это такая площадка В открытом доступе В интернете Где абсолютно Любой желающий Может опубликовать Свою какую-то Большую Или не очень Идею И попросить На реализацию Своих мыслей Своих идей Деньги Мани-мани-мани-мани-мани Да Но кто-то возможно Их и поклянчит И один такой у меня Кстати персонаж есть Но об этом Чуть позже Ну что ж Поехали смотреть Как говорится Вдохновляться И понимать Что все в этом мире возможно Ну давайте Александр Удивляйте нас Не знаю Это по-моему Такая очевидная вещь Но очень удобная Называется Shellwell Косметичка И дорожный футляр С Powerbank Shellwell Powerbank Александр Ваш английский Very well Thank you Thank you Ну в общем Что это из себя представляет Все же мы куда-то ездим Ну иногда Куда-то да Куда-то ездим На работу На работу например Или в какие-то более Дальние поездки На дачу На дачу В том числе Или куда-нибудь еще дальше Нет Я больше никуда не ем До Адлера Двое с половиной суток И конечно сейчас Поезда оснащены Различными разъемами Для зарядки Смартфонов Гаджетов Но Но не все поезда Но не все поезда Не все поезда И поэтому Вот один изобретатель Из Майами Который как раз Разбирается в поездах Да В поездах РЖД Он придумал Такую штуку Специальный такой Клач Сумбучок Если хотите В котором Все необходимые вещи Зубная щетка Шампуни Там Пилочки Различные расчески Складываются В такой небольшой Чемоданчик И этот чемоданчик Является Портативной зарядкой Одновременно То есть Тебя не будет В пакете там В сумке Все это То есть ты Достал зубную щетку И в это время Воткнул телефон Да Абсолютно точно И поставил Там еще специальная поставка Поставил Просто Пауэрбэнк Как бы с собой Ну это представляешь Пауэрбэнк Отдельно Полиэтиленовый пакет С щеткой зубной И пастой Я не знаю У меня Как это Про косметички Или как это называется Специально Ну она обычно такая Прозрачная По-любому Я просто намекаю Что я против Я понял Я не хочу Это покупать Я не хочу В это вкладываться Сколько он хочет денег В рублях Пожалуйста На этой платформе На которой Я сейчас вам рассказываю Вот этот проект Там не указывается Желание Так скажем Автора проекта Конкретная сумма Не указывается Конкретная сумма Да не указывается Сколько накидают Столько и возьмут Ну вот на сегодняшний день Накидали На российский рубль 15 миллионов 120 тысяч Ничего себе На пауэрбэнк А ты не хотел Максим А людям надо Нет я хочу Чтоб он сейчас Не получил эти деньги Я завидую В известных Майамских поездах Там же все плохо Они же не знают Что в неком Купе например Дают Майамские филиалы РЖД Вот эти вот тапочки Да Зубную щетку Пашку Из-под окна Сквозит Вот где У второй полки Вот эта вот штучка Которая Вот вроде поднимаешь Но все равно на тебя падает Чтоб ты не упал Давно не ездил В поездах Поверь мне Недавно ездил Давайте следующий Проект Про робота Расскажу Этот проект Нам прилетел Из Сан-Франциско Сан-Франциско Майами Сан-Франциско Город с теледиском Все мы помним Да В общем Называется проект Пет-Бот-Луна 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 Мун Нет Луна Не мун Луна Так называется А по-английски написано Луна По-английски написано Луна И Да Возможно ты прав Можешь в ударении на луну Но я предпочитаю Назвать это луна Разбираюсь В ударениях В английских словах Это домашнее животное Робот И друг Как говорят Авторы Сего проекта Так И что Какие плюсы в нем От другого животного Ну кроме того Что он цветы не ест Кроме того Что он не ест цветы Ему не нужен лоток А мне кажется Некоторым котам Тоже не нужен лоток Ну они сами решают Где будет лоток Там вся квартира В принципе Да Это лоток Будьте любезны Просто В общем Я не знаю Это какие-то Новые течения Новые веяния Модные Для людей Очень популярны У которых аллергия Что ты говоришь У которых аллергия Может быть кстати да На микросхему Еще пока аллергии нет Ну просто Я сейчас вот смотрю На сумму Которую они собрали Это 279 миллионов 617 тысяч рублей Это какие-то Послушайте У меня такое ощущение Что мы можем Попросить Наше правительство Города тоже Где-нибудь Выкладывать Что-то И у нас такой Городской бюджет Ух Слушай Ну мне кажется Ты знаешь еще Это родители Потому что Многие же дети Просят Хочу собачку Родители миллионеры И так далее Они такие Так стоп Я знаю что тебе это ненадолго Хватит тебе вот такой игрушки Да И поэтому они Ну чтобы он научился заботиться Ребенок Сначала потренировался Сразу дарят игрушку Отвертку Масленку Зарядное устройство Туэрбэнк Из прошлого проекта Ну кстати Создатели говорят Что он например Вот ты приходишь домой Он сразу к тебе прибежит Поздороваться Он умеет вилять хвостом Если не разрядиться Он умеет чихать И царапаться даже А зачем Вот а зачем Настоящий Что коты чихают Когда это же так мило Он уже за диван Не заберется Чтоб там Может быть там есть даже функция Когда наглотался шерсти И как бы Знать Ну кстати Надо в таких роботов Как раз вот Встраивать такие функции Как чтобы он Робот Домашнее животное Пылесос Чтобы он не просто так Не просто так по квартире Он поэтому и чихает Сначала пылесосит А потом вот начинает чихать А потом как бы Все что Аллергия у робота Лишняя шерсть тоже Сбрасывается Скажем так Да как у котов В общем вот такую игрушку Придумали ребята 290 с лишним миллионов рублей Да Вот так вот Прикольно Изобретать такие штуки Я не знаю Насколько Мне просто интересно А если вот я закину Можно вообще Вот на эти На иностранные Сайты Свои идеи закидывать Возможно Возможно Все Максим Миллионер Через неделю Увольняюсь А есть еще Какой нибудь Проектик Да конечно Есть еще один проект Он из России Так Но называется Happy Money Сразу видно Сразу видно Из России Один рубль Страна зажиточных Крестьян В отличие от тех платформ На русской платформе Есть конкретная цифра Которую просит Создателя проекта Три миллиона Хочет молодой человек Начало положено Скажем так Начало положено Да Копечка Рубль бережет Рубль Три миллиона бережет Можно так сказать И так Значит Молодой человек Жил Жил себе И придумал бизнес Как это Как это Всегда бывает Да И это опять связано С приложениями Все создают Сейчас приложения Все возможные Чтобы как-то Упростить жизнь человека Так вот Он придумал приложение Которое называется Мусор Ты скачиваешь приложение Мусор Ок Заходишь туда Там сразу определяется Геолокация И там Ты можешь выступать В роли заказчика И исполнителя То есть ты можешь Приезжать Забирать мусор А можешь Отдавать Там будет система Накопительная Балла У нас Раньше Такое делал Соседский мальчишка Ну видишь Технологии дошли Клеил объявление Помогу Выкинуть мусор 10 рублей Сходить в магазин 100 рублей Вот Он подрос Он подрос Сосед А свое Какое-то Программирование Лешка Это ты Слушайте Мне кажется Пока ты Скачиваешь Это приложение Разбираешься Там Регистрируешься Вводишь Вот это тебе проще Самому просто взять Выбросить мусор Согласен Это первый раз А потом То установится С фотографией Я пошел Выкидывать мусор Насчет фотографий Кстати Алена Если вдруг Вот ты у кого Заказала выбросить мусор Например И ты заметила Что он Как-то нехорошо Исполнил свои обязанности Да Ты фоткаешь Отправляешь там Какой-то админский чат И они его штрафуют И потом вообще блокируют Навсегда И он не сможет зарабатывать Вмусор Потом весь мусор К двери снесет Возможно Такое наказание тоже есть Опасно Слушайте в России Это опасное приложение Сразу могу сказать Но как минимум забавно Саш спасибо тебе большое Спасибо вам У нас для тебя остался Один главный и важный вопрос Так давайте Лучший подарок на 14 февраля Как ты считаешь Знаешь ли ты Для тебя возможно Какой-то Что бы ты хотел получить На 14 февраля Свою второй половинке Свою вторую половинку Это во-первых Да Девочки Это был бы лучший подарок В моей жизни Если вам нужен номер Саши Бушмакина Обращайтесь Я вам скажу Ну вот Теперь мы поняли Сашу На предпочтение Саш Хорошего тебе вечера Спасибо Сейчас я думаю Что отбоя не будет Девчонки Кто там хочет Можно написать в комментариях Саша ответит Ну а мы прямо сейчас Для того чтобы Друзья Еще Какой же самый лучший подарок Многие думают Это конечно же Ужин Приготовленный Своими руками И причем Его может сделать Даже мужчина Прямо сейчас Просто бомбический Рецепт Ловите И записывайте Друзья Всем добрый вечер Меня зовут Артем Старшинин И сегодня Я для вас Расскажу Как вкусно И правильно Приготовить На ужин В домашних условиях Свиные ребрышки В карамельном соусе Для этого нам понадобится Свиные ребрышки Масло Специи Лук Квас Вишня Мед И зернистая горчица Первым делом Мы удаляем С внутренней стороны Пленку Делается для того Чтобы наши ребрышки Хорошо промариновались И во время Того Когда мы будем кушать Мясо хорошо жевалось Мы удалили пленку Сейчас Нам надо будет Наши ребра Поместить на пергамент Выкладываем на противень И начинаем Мариновать наши ребра Для маринада Нам потребуется Лук Масло Соль Перец Немного чеснока Вишня И добавим еще Квас Так Нарезаем Лук Немного соль Перчим Добавляем Немного масла Лук Далее мы добавляем Вишню Сейчас нам надо будет Наши края Немного завернуть И сейчас добавим Немного кваса Завернем В фольгу И поставим В духовку На 170 градусов Полтора часа Пока наши ребрышки Будут готовиться Мы сделаем Карамельную глазурь Чтобы сделать глазурь Для этого нам потребуется Квас Мед Зернистая горчица Наливаем квас Далее добавляем Зернистую горчицу В нашу глазурь Мы добавляем Зернистую горчицу Не обычную горчицу Порошковую Как мы обычно Используем Дома В домашних условиях При приготовлении А добавляем Зернистую Так как она Гораздо полезнее Для нашего организма В ней не такое Большое количество Остроты Чем в порошковой горчице Мы добавили Квасу Зернистую горчицу И теперь Выпариваем ее В два раза В конце мы добавим Мед И немножко Закарамелизуем Наши глаза Друзья Прошло полтора часа Мы достали наши ребра Сейчас мы их открываем Карамелизуем И вновь ставим На 10 минут На 200 градусов На наши ребра Мы нанесли Карамельную глазурь Сейчас ставим На 200 градусов 10 минут Наши ребра Закарамелизовались Нам пора уже доставать Один из признаков Готовности наших ребер Это когда Косточка Очень идеально Отделяется от мяса Начинаем сервировать Наше блюдо К нашим ребрышкам Мы подадим Легкий наш салат И украшаем Зеленью Да, так аппетитно Конечно Выглядит Друзья Наши свиные ребрышки В карамельной глазурь Готовы Я вам желаю Приятного аппетита Всего самого доброго Увидимся Пока Желаю всем Кто сегодня Придет домой Чтобы их ожидал Именно такой ужин Я думаю Это лучшее пожелание Потому что это Действительно очень вкусно выглядит Ну а прямо сейчас Мы заходим в группу Девятка ТВ Киров Ищем пост с прямой трансляцией И начинаем читать Ваши комментарии Ваши ответы На нас Вопрос вечера Который звучит так Идеальный подарок На 14 февраля Да, это лучший Классный подарок Но для начала Можно я немножечко Опять копеечек ставлю Сегодня не только 14 февраля Сегодня также День рождения У одного замечательного человека Это Кропотова Светлана Михайловна Мама С днем рождения тебя Всего тебе хорошего Счастья Спасибо за то Что ты у меня есть А теперь комментарии Светлана Лешко Как ни банально Но Рафаэлку за праздник Этот день не считаю Светлана Васенина Как следует из мультика Всем известного Ну погоди Ждет моих подарочков Ребятня И тебе достанется от меня Наконец-то Сбываются все мечты Лучший мой подарочек Это ты Любимый человек Уже рядом А подарок судьбы Не каждому так везет Дальше Светлана Самылова Оооо Это требует подготовки И одному не обойтись Надо подготовить коллег Создать очень напрягающую Такую ситуацию А потом спасти Свою возлюбленную Обязательно в программе Уютное место Вкусная еда Напитки И например Мастер-класс Или другое развлечение Меня бы так устроило Почему здесь коллеги Ну типа то что сначала Такая стрессовая ситуация Ребята меня будут воровать Приготовьтесь Ну это для мужчины Имеется ввиду Что такой он сюрприз Готовит своей любимой Никита Зверев Лучший подарок На 14 февраля Это тортик Так как девушки Особенно большинство Сладкоежки И Никита уже Все любят Сладенькое Купил Да Далее у нас Итак Светлана Васенина Вариантов много Еще конечно Приглашения на свидание Например Хороший подарок Бесплатный Наталья Попова Бриллианты конечно И праздничный ужин И цветы обязательно Когда у женщины Есть мужчина И он почему-то Так не делает У меня большой вопрос Нужен ли такой мужчина А у меня вопрос в другом Если у вас 14 февраля Вот с такими подарками Вы на день рождения Что требуете Остров Чтоб вам подарили По скриптам Женщина тоже должна Подарок приготовить Это взаимный праздник Тоже бриллианты причем Еще у нас Елена Лагунова Любимые вдохновляют Любящие кормят Отдаю свое сердце На съедение Что может быть лучше Съедобной Валентинки И есть красивая фотография Съедобной Валентинки Так Так Неплохо в этот день Пишет нам Получить предложение Руки и сердца Татьяна Зыкина Очень даже добрый вечер Очень даже А вот никакой подарок считают У нас есть прекрасный праздник День семьи Любви и верности А это Непонятно что Вот оно Импортозамещение В действии А романтический ужин Класс у Светланы Васениной Сегодня получился Почему бы и нет Ирина Тетенькина Муж просит связать ему Шерстяные носки К следующему дню Святого Валентина Смежу ему теплые носочки С сердечкой Вот смотрите Когда мужик просит Подарить ему носки Вот тогда дарите Не на каждый праздник Ну и еще одно сообщение Пришло Еще прекрасный вариант Два билетика в лето Туда, где все тепло и романтично Адлер Ну и в Адлере Если сейчас тепло и лето Кому-то и в Адлере Хорошо Ну что ж, друзья Вы большие молодцы Но у нас есть еще Для вас сегодня Небольшой У нас есть еще более хорошо Подсказочка Что же еще можно подарить На 14 февраля Это, конечно же, эмоции Для того, чтобы, например, Растянуть вот этот волшебный праздник Можно, например, пригласить свою даму На какое-нибудь классное мероприятие Тем более, что совсем скоро Оно пройдет в нашем городе Я думаю, что Вашей второй половинке Точно понравится Что за мероприятие Мы сейчас узнаем От нашей гости А кто она Вы узнаете прямо сейчас Дамы и господа Встречайте Сегодня в гостях У девятой студии Руководитель агентства Леса Люди и связи Организатор Вятка Fashion Day Наталья Поздышева И сегодня вы можете задать Абсолютно любой вопрос Нашей гостье А вот и она Наталья уже в нашей студии Наталья, здравствуйте Здравствуйте Как дела? Как настроение? Отлично Все хорошо Замечательно А с чем связаны Все эти три слова? С тем, что Сегодня 14 февраля У меня у мужа День рождения Ух ты Да Как повезло ему Да, вообще Я ему сегодня Так утром И поздравила Что ты самый счастливый человек Потому что у тебя есть я Больше всего Больше только повезло мужчинам У которых 8 марта День рождения Это точно Вот А так, в принципе Все хорошо Жизнь продолжается У вас классная Очень такая Жизнеутверждающая Студия В ярких тонах Поэтому Мы постоянно Не утвердаемся Просто Хочется Да На сегодня мы поговорим О мероприятии Которое мне кажется Что уже ждет просто город Соскучился Так сказать Стало визитным Визитная карточка Мне кажется Да Вятка Вятка Вешен Весна Хотя еще По календарю Февраль Ну сейчас он быстро Закончится Настанет весна Вот Поэтому все наши Партнеры Представят на Мероприятии Новые весенние Яркие коллекции Летние Вот И поэтому Тем самым Я думаю Что вятка Вешен Весен Весен И лед растопит И солнце появится И небо будет голубое И настроение будет еще лучше А это всегда так Что говорят организаторы На вятка Вешен Весен То всегда и бывает Я знаю Что сегодня мы подарим Да Мы подарим два билета Только я не знаю За что За вопросы вам От наших телезрителей Все очень просто Поэтому уже Начинайте задавать Свои вопросы Группу ВКонтакте Девятка ТВ Киров Я знаю Что всегда На мероприятиях Бывает какая-то тема Дресс-код Дресс-код Да Вот Обратите внимание Мы всегда делаем подсказку Что у нас дресс-код Всегда в цветах Билета и афиши Так Что это за цвет В этом году Институт цвета Пантон Объявил цветом Года 23-го Вива Маджента Вот это как раз Это Вива Маджента Это Вива Маджента Я все думал Что это блюдо Но вот Нет Это такой цвет Такой цвет страсти Такого красного вина Любви И тем более февраль Сейчас все такие праздники Соответственно Наше мероприятие Как раз посвящено Любви Страсти Отношениям Любви к жизни Любви к друг другу Вот такой манифест у нас Слушайте Я заметил Что на билетиках Есть цифры Какие-то Да На одном Одна цифра На другом Это место Куда надо сесть Или это что-то другое Это отрывной купончик И соответственно В конце мероприятия Будет розыгрыш Где будут разыгрываться Подарки от наших партнеров А их очень много Девятка Тоже наш партнер Будет кстати показ С ведущими телеканалами Ай все рассказали А можно можно Почему можно Можно А мне ничего не предупреждали Что хочу то и говорю Первый эфир Что-то мальчикам не говорим А дамы на целый день уходят Нам не разрешают Понятно Они же работают Мы еще не рассказываем Вот куда вы собрались Красоваться на подиуме Все понятно Я предлагаю прямо сейчас Погрузиться в эту атмосферу И посмотреть Как это уже было Тем более Что это просто невероятное событие На котором вы точно должны быть Субтитры сделал DimaTorzok Какая красота Вот такая атмосфера Творится Я сама посмотрела Прямо Поностальгировала Ностальжи небольшой Да Это у нас с летнего мероприятия Помню была джинсовая вечеринка Да Именно Но будет сейчас еще больше А теперь Viva Magenta Да Красивое слово Я предлагаю прямо сейчас Уже начать задавать вопрос Потому что наши зрители Интересуются Итак Светлана Васильевна спрашивает Лиса Это потому что Много ярких рыжих девушек В вашем окружении Или почему лиса Почему агентство называется лиса На самом деле Это уже такая история Которая обросла легендами Я когда выбирала ник в интернете 20 с лишним лет назад Был телевизор Включен на программе В мире животных Где Дроздов Рассказывал о охоте лис В зимний период Когда знаете Они так вот прыгают И хвост у них рыжий Как отлично Буду лисой И вот так Ник в интернете У меня перерос Вообще скажем так В такое Тотемное животное И агентство Я тоже назвала лиса А еще это аббревиатура Люди и связи Ли-са Ну в общем такая Игра слов Ну и все Рыженько у меня Видите там Аксессуары Вы соответствуете Да я соответствую Вообще Оранжевый цвет Это уже такой Жизнеутверждающий Я бы даже сказал Не оранжевый Рыжий Рыженький Да У меня даже машина рыжая У меня все рыжая Вообще рыжие люди Самые лучшие на свете Да Я согласна Мы даже Максима Сегодня подбирали Как вы сами понимаете Много желающих было Я 34 года Готовился к этому эфиру Вопрос еще такой Вот А какой Самый необычный Клевый подарок Возможно вам Дарили ваши партнеры На мероприятии А может быть наоборот Вы что-то разыгрывали Катюшку Кленова спрашивает Я знаю что всегда Партнеры приходят Что-то вручают Ой Вот я не знаю почему Сейчас про лису заговорили У меня один раз Прямо принесли мне Огромную картину Нарисованную Масляными красками Там семейство лис Было Мне помню подарила Это Сюсанна Васильевна Никитина Юнглюд Вот Там была мама лиса И два лисенка У меня же два сына Ну как-то так вот Я сейчас почему-то это вспомнила Висит у меня в спальне Да Это картина классная такая Все подарки Приходится Да Кстати очень много подарков Все равно связано с лисами Фигурки Картинки Всевозможные То есть все что связано с лисой Это же легко Что подарить Пожалуйста Я тем более собираю Еще вот эти маленькие игрушки Поэтому никогда Никогда не ошибетесь Лису Хорошо Спрашивают еще Вот видимо так Зацепил этот цвет И связано все что с лисой Елизавета Бушмелева Был ли у вас когда-нибудь Рыжий цвет волос? Что прям лиса-лиса? Я только какой не была На самом деле Ну вот ярко-рыжего не было Ну такое все равно С оттенком рыженьки Меди Меди Да Он у меня был Очень-очень давно Но сейчас как-то уже наверное Ну хотя почему бы и нет Еще время покажет Все Но вятка Fashion Day Мы ждем Нет Новый лук Кто знает Может быть за эти дни Как раз Натали преобразуется Есть еще время Мы не настаиваем Но возможно Да Кто знает Кто знает Ну что ж Прямо сейчас у нас будет Еще одна рубрика Девять глупых вопросов Костюмеру Вопросы продолжают нам поступать Мы обязательно на них ответим Поэтому пишите Тем более что сегодня Классные подарки Хочешь узнать что-то новое Об интересных профессиях Но боишься спросить напрямую Каждую неделю Мы будем задавать Девять глупых вопросов Представителям какой-либо профессии И они расскажут Как все есть на самом деле Татьяна Андреева Костюмер Театра на Спасской Здравствуйте Меня зовут Татьяна Андреева Я уже 11 лет Имею честь служить В Театре на Спасской Костюмером Где учиться на Костюмера? Насколько я знаю На Костюмера не учиться Единственное Такое требование Профильное образование То есть швейное Чтобы уметь шить Гладить Ну и тому подобное Дело в том Что Театр Любовь моя с детства Так получилось Что я училась На портного На технолога Швейного производства Потом ездила С мужем военным По стране А потом так получилось Что удалось Потому что Я познакомилась С актером Театра на Спасской Константином Бояринцевым И он сказал Что требуется Костюмер Пойдешь? Я говорю Пойду Вот так я оказалась В Театре на Спасской Вы сами шьете костюмы Или заказываете В интернете У нас есть Пошивочная мастерская Пошивочный цех Там костюмы шьются Что кроме костюмов Есть к костюмерке театра Недавно у меня Побывал в костюмерке Внук И он удивился Обилию предметов Кроме костюмов У нас еще существуют Головные уборы Петки, шарфы, шляпы Обувь Ну и сопутствующие Такие вещи Как футболки Челочные носочные Как говорится Изделия Носки, челки, колготки Ваш самый нелюбимый Вид костюмов Это платье с длинными молниями А потому что Неизвестно в какой момент Они могут Извините, выстрелить У меня было несколько Эпизодов Когда я Ну просто в руках Ломался ребенок И выкручивались Ну и всеми возможными способами Вы ругаете актеров Которые небережно Относятся к костюмам Ну ругаю Это Громко сказано Журю Шутейно так Это ай-ай-ай Как же это Пожалеть костюмеру У нас работает Как избавиться от запаха Залежавшегося костюма Постирать Что вам не нравится В своей профессии Поздно уезжать Потому что У нас вот Например Есть такой спектакль Повести Белкина Там три спектакля По пушкинским повестям И оно заканчивается В девять часов Пока Уберешь костюмы Выходишь на остановку А автобусов Ты нету А такси Вы сейчас сами знаете Сколько стоит Много Что нужно Чтобы стать Костюмером театра Ну для того Чтобы стать Костюмером Нужно обладать И развивать Такие вещи Как дисциплина Внимание Память Ну и стресс Лучше Стойчивость Поэтому Читайте книги Общайтесь с людьми Спокойно Не лагаясь И из вас получится Классная костюм Сегодня мы говорим Про мероприятие Которое пройдет Уже 16 февраля Друзья Это Вятка Fashion Day Сегодня Наталья Модно и горячо Которая презентует И приглашает вас Всех на него И кстати Есть еще одна фишка Этого мероприятия Именно Которая пройдет Вот в этот четверг Расскажите Кто будет ведущим Да У нас в этот раз Будет два ведущих Это Сергей Игнатьев И Мария Борисова И начнем мы необычно Мы начнем С поэзии И вообще Весь вечер В протяжении всего вечера У нас модные показы Будут переплетаться Как раз Со стихами Вот мы такой решили Большой эксперимент Потому что Любовь Это немножко вот такие Вот мне кажется Поэтические Романцы и мода Романцев и будет Просто стихи Ну что ж Прекрасно друзья Пойти Послушать Почему бы и нет Хорошо Вот такие вопросы Самая неловкая Ситуация на мероприятии И как из нее Выкручивались О это просто Супер вопрос А когда у нас было Мероприятие В ЦУМе На пятом этаже Сейчас там уже Магазин Раньше мы там проводили У нас было столько Много гостей А это было Зимнее мероприятие И у нас Под тяжестью шуб Сломался гардероб Просто понимаете Так вот с шубами он упал И я такая вообще И слава богу Несколько миллионов рублей Рухнуло Вот так вот понимаете И мы там девочки бегаем И слава богу У нас среди гостей Были двое мужчин Смелых такие Очень накаченные Сильные И они помогли И сейчас всегда Для них дарю билеты Потому что я их называю Спасателями Фактически Малибу Потому что Удержать это было Невозможно Вот это вот просто Ему это Быстро решили Этот момент И сейчас вопрос Гардероба Это знаете Такой болезненный Для меня момент Я потому что Всегда бегаю Всех Донимаю Что будет с гардеробом Потому что всегда Много людей И не всегда Гардероб справляется Вот поэтому Кстати спасибо Что поделились Потому что не все Организаторы Кстати честно говорят Такие А ничего не было У нас все идеально Всегда все хорошо Проходит Заказывать Один раз Мы неправильно измерили Для фотозоны Размер баннера И мне нужно было Поехать срочно Значит Неправильно Мы монтируем Неправильно Ничего страшного Я села за руль И поехала куда-то там В речной За 30 километров За город За этим баннером То есть все нормально Все решилось Все ночью монтировали Вот таких моментов Очень много Вот поэтому Главное Не волноваться И говорить Все хорошо Зато есть воспоминания Или в конце концов Так задумано Я это тоже люблю Так задумано Никто что не знает Как должно быть Да Ну вот так вот Вот так Я художник Я так вижу Это точно Артем Кудрявцев Был на ваших мероприятиях Волшебная атмосфера Спасибо вам за это И спрашивает Интересно А обувь Подходит Такого цвета Или аксессуары Например галстук Это видимо Про виво Мадженту Конечно Я всегда всем говорю Что не надо Надевать на себя Весь полностью Тотал цвет Виво Мадженту Достаточно аксессуара Например Вот у меня был Черный костюм Я придумаю себе Украшения Либо туфли Для мужчин Можно галстук Я не знаю Платочек Допустим В пиджак ставить Я не знаю Ремень Даму с собой взять И нарядить ее Виво Мадженту А самому Это вообще Идеальный вариант Вообще просто Например Носки Можно такого цвета Все что угодно Это же игра То есть Это не обязательно К исполнению Это наоборот Такое поле Для творчества Когда можно подумать Что вообще Можно сделать И придумать То есть Такие акценты Цветовые И вам будет интереснее Ходите Ищите Виво Мадженту На человеке В черном Попробуй Найди Вот еще вопрос Рина Тетенькина А как вы ищете Участников Fashion Day Это я так понимаю Что как раз Моделей Имеется ввиду Да У нас Уже такая Скажем так Своя внутренняя Модельная Есть студия Вот Лена Филипова Которая у нас отвечает За модели На наши мероприятия Она уже собирает Она сама В прошлом модель Поэтому знает Эту кухню Изнутри Вот Ну и соответственно Нам же каждый раз После мероприятия Пишут Девочки Предлагают Что я вот тоже Могу быть моделью Мы всех рассматриваем У нас есть два состава То есть девочки Молоденькие 42 размера 40-42 И девочки Чуть постарше И чуть побольше Размера Вот Потому что Наша задача Показать Одежду На всех Практических Типах Фигур Поэтому Если вы хотите Стать моделью Пишите к нам В группу Лисы Вконтакте И мы обязательно Рассмотрим вашу Кандидатуру Трудоустроим на вечерок Почему бы и нет Да Пусть это талантов Дадим 15 минут Славы Светлана Васеевна Пишет Обожаю Лису Огневку И скидывает Очень классную Картинку Очень яркую Лису Мне кажется Что видимо Вот такая ассоциация Прошла Хорошо Еще тут спрашивают А какой вы Возможно Необычный подарок Делали на 14 февраля Вот какой-то Был сюрприз Да Был такой сюрприз А так как у меня У мужа День рождения 14 февраля Поэтому Я помню Что подарила ему Путевку В Прагу Я тогда в декрете Сидела Эту путевку Сделала в кредит Вообще И вот мы То есть вы Оставили себя В городе А его отправили В Прагу Или вместе Нет Я взяла себя Ребенка Мужа И мы все поехали Ну тут еще вопрос Кто кому подарок подарил Вот я думаю Просто это настолько Классный подарок Или все-таки Беременная жена Поехала с ним А то есть С ребенком Ребенок уже был Ему было 6 лет А второй остался С бабушкой В маленький дома Вот Классный подарок Для меня просто Самый классный подарок Это эмоции То есть не какая-то вещь А именно эмоции А самые яркие эмоции Мне доставляют В путешествии Поэтому Вот Классно Тут еще нам пишут Виво Виво Мэджик Что-то как будто Магическое Волшебное Видимо Вот так вот Вам пишут еще Возможно Да И еще спрашивают А кто все-таки Придумывает От чего зависит эта тематика Концепция мероприятия Кто ее придумывает Смотрите То есть Мы конечно Отталкиваемся В весеннем Наше мероприятие От цвета сезона То есть Институт цвета Пантон Цвет определяет Мы на него смотрим Проводим мозговой штурм Накидываем идеи Ну и соответственно В плане в этом контексте Это совместная работа Я не скажу такое Что я такая села Одна и придумала Нет Это мы лисами Придумываем Всей стаей Да Наши лиси и норки И кстати друзья Еще очень важный момент Что очень многие Да Дизайнеры И также продавцы И также владельцы салонов Они специально готовят Вот коллекцию Не показывают ее Иногда не вывешивают Для того чтобы презентовать Ее именно на вятку Fashion day Такая практика уже есть Поэтому если вы хотите Вот знаете Первыми увидеть Это может быть даже Сразу приобрести И будете возможно Единственная В потрясающем луке Поэтому вот даже ради этого Стоит прийти на вятку Fashion day Да Так что друзья Все 16 февраля Совсем скоро мы узнаем Кто из наших телезрителей Двое человек Отправится туда И лично Из рук практически Организатора Так сказать Получит два билетика Мы это узнаем сразу После рубрики Киноафиша Смотрим только хорошее кино На Девятка ТВ Илья Максимов Представляет картину Новая жизнь Маши Соленовой 42-летняя Мария Соленова Образцовая домохозяйка Заботливая мать И любящая жена Дениса Мужа Маши Увольняют из компании В которой он Проработал много лет Ну как Он здесь месяц Уже не работает Она понимает Что ей пора Встать во главе семьи И пойти работать Вместо мужа Хотела вас предупредить Что собеседование В 4 часа отменяется Оказалось Что вы не подходите По возрасту Все решает случай Получив новый паспорт Маша обнаруживает ошибку В дате рождения Теперь ей 32 Новый паспорт Помогает и наконец Устроиться на работу Только теперь Маше придется врать И на работе И дома Смотрите сегодня вечером В 21.30 Отечественная мелодрама Андрейка Однажды Маша Вступается за детдомовского Паренька Андрейку И с этого момента Их судьбы Навсегда переплетаются Он влюбляется в Машу Но она видит в Андрейке Лишь друга И ждет настоящей любви Но когда девушке Кажется что она Наконец-то ждалась Своего принца Все мечты Обращаются в кошмар Мажор Дима Оказывается негодяем И надругается над Машей А через несколько недель Она понимает Что беременна Узнав об этом Андрей решает Отомстить обидчику Но в драке Случайно убивает его Суд приговаривает парня К семи годам колонии Убитая горем Маша Просит его забыть о ней И уезжает в Москву Чтобы начать там Новую жизнь Смотрите 15 и 16 февраля На Девятка ТВ Ирина Горохова Ирина Горохова Настоящий знаток Своего дела Благодаря своей Настойчивости И незаурядному Уму В свои 32 года Она уже занимает Высокий пост В крупной компании По поручению Руководства Она отправляется В родной городок Где случайно Сталкивается С Игорем Своим бывшим Женихом С которым Она рассталась Перед отъездом В Москву Минута общения С ним Напрочь Рушит все Ее представления О счастливой жизни Ира осознает Что в ее жизни Нет самого главного Для любой женщины Настоящей любви Узнав о том Что он Вдовел Несколько лет назад Она оставляет Карьеру И возвращается В родной городок Для того Чтобы вернуть Возлюбленного И обрести Настоящее Женское счастье Смотрите Пятничным вечером В 21.30 На Девятка ТВ Друзья Мы продолжаем И сегодня Друзья Важный момент Потому что Мы приглашаем всех На 16 февраля На Вятка Фэшн Дэй Это событие Модное событие В нашем городе Итак Во сколько подходить Сбор гостей С 18.30 И начало всех показов В 19.00 Так что друзья Не опаздывайте Особенно там же будет Еще зона экспо Где можно все посмотреть Попробовать Посмотреть Фото зона Будет шикарная Красивая Наш декоратор Макс Ковалев Готовит что-то такое Вау Поэтому я думаю Новые красивые Яркие фоточки Для весенних соцсетей Я думаю Что для многих Это тоже станет Одним из таких якорей Так что друзья Вперед Модное событие Которое вы просто Обязаны Друзья посетить Тем более Там мы будем снимать проект Давай оденемся Поэтому приходите Модными Красивыми Мы будем спрашивать И тогда вас снимут А еще можно будет Объясниться в любви В камеру Мы потом тоже Это будем все публиковать Поэтому у нас Весь вечер будет пропитан Такой красотой Любовью И мода И мода И да И вообще вот Замечательно все Итак Билетики из рук Натали Мы сейчас чуть позже Давайте начнем Музей восковых фигур У нас сегодня туда Отправляется Светлана Самылова Это для вас Вы там какое-то Что-то с похищением Хотели придумать Не такое необычное Пусть вас похитят Вот туда Там тоже кстати Можно пощекотать Свои нервишки Далее друзья Два билетика Театр кукол Лис Который потерял цвет На 17 февраля Елена Лагунова Это вам два билетика А также Я прошу еще раз показать Вот эти билеты Красивые В цвете Viva Magento Друзья Именно так Будет звучать Да Дресс-код Вот на это мероприятие Итак Один билетик Мы отдаем Катюшке Клиновой Был потрясающий вопрос Да И второй Это для Артема Кудрявцева Который уже был На этих мероприятиях Чувствует всю атмосферу Но он еще хочет Я уверена Мы прям почувствовали это Потому что он вопросы задает Который в точечку Да Итак Ждем вас Давайте еще раз Порегласим весь город Вот ваша камера Дорогие друзья Ждем вас 16 февраля Это четверг В 19.00 Студия 101 На первое весеннее Модное событие Нашего города Вятка Фэшн Дэй Всех ждем Ну что Билетики еще есть Еще можно их найти Пишите Наталье Ну что ж Друзья Девятая студия На этом заканчивается Завтра мы встретимся С вами вновь Обязательно Вы увидитесь В четверг Когда придете на мероприятие Так что Я чувствую Что неделька будет Ох какой прекрасный Ну что ж Всем хорошего вечера Улыбайтесь чаще Пока-пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok